Ребятки, всем привет! Вы, как всегда, на канале Семя на чемоданах. Меня зовут Славян. Не забывайте подписываться. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск, который будет нереально интересный. Почему? Потому что мы в этом выпуске с вами будем готовить, разбивать голову. Мы будем получать посылки, их распаковывать и еще по мелочам интересные фрагменты. В общем, погнали! Это новый влог от каналов Семья на чемоданах. Мое утро сегодня, ребятки, началось очень-очень интересно. Хотя бы по одной простой причине, что лег я сегодня спать только в 5 утра. Не знаю, что происходило, но мне просто не спалось. А в 7 утра меня распределили пацаны. А потом еще подключилась Настенька, что закончилась вода и нужно идти за водой. И вот я иду по просторам Краснодара, типа, за водой. И кто-то скажет, в какого хрена ты идешь так далеко? Ведь ты вроде набираешь ее возле дома. Да, я ее набираю возле дома, но этот аппарат принимает только наличные. Нельзя расплатиться картой. А для того, чтобы нарулить наличные, мне нужно идти до ближайшего банкомата, который находится метров, наверное, 300 от дома, где такая вся инфраструктура. Вот у нас, видите, есть раз ТЦ Мандарин, дальше вот ТЦ Стрелка и большущий магазин Табрис с огромной еще пятеркой. Собственно, здесь есть самые три ходовые банкоматы. Это Тинькофф, Сбир и Альфа-карта. Вот обычно сюда хожу, добываю тут наличные деньги. Заходим. Еще заходим. Идем. Проходим. Подходим. Снимаем 500 рублей. Идем, меняем. Идем за водой. И в этой игре победил Тема. Первое место присуждается Артему. Родион Ходи. Отдавайте мне все монеты. Отдавайте все карты. Отдавайте. Молодчик. Да, Родиончик подрастроился, да? Идем, не молись. Все, Родион, хорош. Не мать, пожалуйста. Родион, я расслаблюсь. Да, вот поиграли. Тёмка его толкнул и прямо в угол. И вот такое вот рассечение. Ну, благо, уже все остановили. Да, но дырень получается. Больше пальцев, больше сантиметров. Побоя. Да, не везете. Родион на затылок. Он у нас был когда маленький. Он вот тут себе разбил. Ведь у него тут и шрам. Сам психовал и откинулся, короче. Дорился в стол. Разбил. А сейчас брательник помог ему. Время почти 12 ночи. И мы сейчас будем делать Родиону перевязку. Родион, иди сюда. Родион, иди сюда. Иди сюда. Это картошка, и она замариновалась. Ну, показывай свою голову. Так, ну что, вот у нас результат на утро. Ночью перевязывали. Ну, наклони голову там. Вот. Повязка, конечно, сползла. Да, надо, наверное, сейчас ещё обработать будет. Но кровь, по крайней мере, уже остановилась. А так вот сочилась по вот этим вот канавкам. Покажи папочкам. Сейчас Настеньке позвонил курьером. Говорит, что там везёт. Настенька что-то заказала. Сейчас вместе с вами посмотрим. В течение часа должны привезти посылочку. Из любимого H&M посылка. Так. Понятно. Детям трусы и носки. Идём пацанам показывать. На эти парни. Ооо, наконец-то наши трусы. Смотрите. Смотрите, сколько носков. Родион Супермен. Вы теперь обеспечены до 20 лет носками и трусами. Где Бэдман? Бэдман. Бэдман. Приступили мы с Родионом к обработке. Вот так перекиси залил сюда. Думаю, надо полностью открыть рану. Убрать оттуда все волосы. Вот такая вот. Пена. История. А ты пена, пап, такая? Родион настоящий боец. Терпеливый пацан. Вот так вот я ему выстрик, видите? И вот сколько она. Наверное, миллиметра два шириной. И, наверное, сантиметр она в длину. Пока Настенька болтает с бабушкой. И с Мироном занимается. И я готовлю всей семье обед. Так, ребятки, еще вам много задаете вопросов в комментариях, в личку. Блин, типа, а на что вы вообще живете? Там ты вообще целый день дома сидишь. Есть несколько проектов. Возможно, я о них когда-то вам расскажу. Одним из них являются инвестиции. Я почти год в этой теме, я как инвестирую фонды в рынок, так на днях начал изучать рынок криптовалюты. И вот пока я готовлю обед, криптовалюта работает. Я сегодня подключил, значит, криптобота, который при бюджете почти в 200 долларов за 1 час работы он наколотил почти 1 доллар. То есть, считаю, в принципе, неплохо. Посмотрим, сколько он открутит за 1 день. Так что, ребята, не переключайтесь. В конце выпуска я покажу, сколько бот за 1 сутки принес прибыли. Или не принес. Мы на днях ездили на шашлык к Настиной подруге. Набрали целый пакет яблок, тут еще есть немножко груш. Хочу сейчас после обеда приготовить всем свежебышный сок, заодно попробуем, какие они вкусные. И, кстати, там, где мы жарили шашлык, собирали яблоки, этот дом с участком продается. Ссылочка в описании. Мы вот эти яблоки вчера собирали, они прям были, ну, можно сказать, идеальные. Ну, вот такие вот типа кацаны, но в целом твердые. Сегодня они уже, вот мы половину отобрали, они вот уже мягенькие, они начинают уже портиться. Вот что значит натуральное. А вот эти яблоки у нас лежат, наверное, уже больше недели и вообще хоть бы что. Вот что значит натуралка. Так, у нас тут, короче, безотходное производство. Настя говорит, что из жмыха вот этого всего можно сделать вкусные оладушки. Поэтому разбираем, а жмых оставляем. Настя сказала, я сейчас приготовлю такие оладьи из этого жмыха в итоге. Славик, давай, два яйца сюда. Так, мешай. Так, муки насыпай. Так, теперь что, масло, Настя? Ну, потому что наше солнышко висит и ест, не отпускает мамку. Первые у нас получились, конечно, красивые, а со вторыми что-то пошло не так. Просто у нас закончилось масло. Я, значит, сейчас сижу, скачиваю с интернет различные задания, чтобы потом их дать пацанам. И они будут таким способом развиваться, заниматься и учиться, мы, напомню, на семейном образовании. Так, Артем ко мне прибежал, показывает, что он сделал. Смотрите, я ему сделал вот такое задание, значит, правильно учиться писать цифры. То есть здесь, так, здесь, короче, он все написал. Вот смотрите, видите, точка и дальше идет стрелочка. То есть раз, полукруг, два, полукруг. Начинаешь от точки и ведешь по стрелочке. Соответственно, рука привыкает правильно писать все цифры. Вот у него на сегодня такое задание. Цифры все написать и еще знаки. А то, знаете, есть такие книжки, где просто, например, у вас цифра 3 просто выделена пунктиром и все. И ребенок берет, то отсюда начнет рисовать. Либо снизу начнет, потом отсюда. И как бы рука не понимает, как писать. А нужно покупать, если вы покупаете какие-то книги, то именно где указано полностью направление движения руки. Ну и, соответственно, ребенку проговорить и показать. Сможем. 2 сентября с 9 до 18 часов. В общем, Настенька заказала себе еще какую-то посылочку. Я, как всегда, не знаю, что. Я только на целом ноги принимаю, потому что Настенька с Мироном. Завтра придет и чуть позже, соответственно, я вам покажу, что Настенька заказала. Время к обеду. Все хотят есть. Я тут оделся в кофту, потому что сегодня прям прохладно, потому что идет дождь. Но сейчас на улице выйдем, покажу. Только у меня лук, желтые, темно-синие, красные. Красные носки. Прикольно. И красные, и белые. Все, идем. Ну, собственно, как-то так. Ну, не знаю, слушайте, на самом деле не так-то и холодно. Дождь, конечно, только моросит. А в целом нормально. Я бы даже сказал, знаете что, комфортная такая температура. Сколько градусов, не скажу, но мокренько. Но у нас ништяк. Я говорю, вот я иду в шортах, мне норм. У нас тут есть один магазин, называется Агрокомплекс. Это кубанская продукция. Мы часто покупали вареники в продукции, когда жили в Сочи. И здесь нашли прям именно магазин, там только эта продукция. И недавно зашли туда, увидели, короче, что там есть пельмени. И вот решили попробовать их пельмени. А вообще в магазинах найти качественные пельмени, где будет свинина и говядина. Очень сложно без всяких куриных, там, ошметок. Вот, поэтому сейчас здесь купим, попробуем. Я вот обожаю наш район. Вообще место, где мы здесь живем, в персонале за то, что в радиусе 50 метров можно купить, ну, вообще все. Сходить на любое мероприятие, здесь тоже можно, фитнес-клубы. Но это, короче, я покажу как-нибудь в отдельном выпуске, где мы живем, что за район и так далее и тому подобное. Может быть кому-то будет интересно. Вот буквально пять минут я все купил. Купил пельмени, купил сметану, агрокомплексы. Пока бегал, Настенька уже поставила водичку. Значит, это процесс обеда ускорит. И коротко о семейном образовании. Вообще концепция, да, прикинь, уже так быстро. Так быстро? Да, так быстро, видишь. Концепция проста. То есть не нужно застрелять ребенка. Они сами впитываются и когда хотят, тогда и делают. И, соответственно, где хотят, там и делают. Вот так на холодильнике. Артем выполнил одно задание. Подошел и говорит, пап, я еще хочу. Вот я ему распечатал вот такую штуку. Тренирует глаз. Вычеркнуть нужно две одинаковых фигуры. Вот, соответственно, он их находит и вычеркивает. Получается, Стем? Еще нашел? Пока нет. Я еще вижу. Нет. А вы видите? Еще, Артемка, я пока не вижу. Давай, думай. Вот, давайте я вам покажу. Значит, такая сметана. Прикольно. Мне вообще нравится цветовая схема у них. Как у них все написано. Неоляписто. Интересно. Состав. Вот видите, чикс. И все. Пельмехи. Вот, гляньте, состав. Можете вот на паузу поставить, почитать. Ну, я считаю, что для пельменей, которые продаются в магазине, это прям классный состав. Хороший, точнее, вот так вот правильно будет выглядеть. Вкусно? Да. Пробуем. Слушай, ништяк вообще, да? Ну, самое мясо клевое. Единственное, что. Да. Тесто то ли я. А, не я же в воду ставил. Настя походу мало посолила, но она такая вкусновато. Мне кажется, все дети сошли с ума по этим скрипышам. И самое, что интересно, Родион сидит и зомбирует маленького, показывает ему, что это за скрипыши. И говорит, что они нужны, они нужны. Да, Родион? Настеньке пришла еще одна посылочка. Сейчас посмотрим, что за посылка. Иду принимать. И это снова H&M. Пойдемте распаковывать. Так. Это, короче, костюм для Настеньки. Мы вышли немножко прогуляться все вместе. Мирончик спит в коляске. У нас здесь еще есть магазин вот такой вот. Скубиду называется. Это наш любимый магаз. Ну, именно не наш, а пацанов. Сюда мы ходим каждый день, покупаем какой-то ништяк. Ну, типа маленькие какие-то игрушки. Не киндеры берем, а вот именно. Какие-то такие приблуды. Ну, сейчас они выйдут, сами все покажут. Так, ну вот они вышли. Ага. Не кричи. Короче, вот такую шляпу они покупают. Все не понимаем, что это. Но есть какой-то игры. Все, и пошли. Все. И родители им больше не нужны. Опять такие же карты. Собирай, собирай мусор. У нас сегодня с вами прям только получился выпуск посылок. Я сейчас веду еще за одной. С посылкой в Озон. У нас отделение Озона прямо возле дома. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, ребятки, нам пришел порошок, который мы заказываем постоянно. Запоминайте название. Это экологический порошок. Мы его заказываем. Точнее, Настенька его заказывает. Я ни разу не заказывал. Для стирки вещей, которые принадлежат Мирону. Он вообще без запаха. Ну, короче, приобретете. Либо вот так вот. Давайте на паузу поставьте. Почитайте. Вот так вот поставьте на паузу. Вот так вот. И вот так вот. Мы заказываем его на Озоне. Вы уже поняли. Вообще классная вещь на самом деле. И еще к нему заказываем этой же фирмы, получается, отбеливатель. Как бы для пеленок самый кайф. Вот почитайте тоже. Ставьте на паузу, читайте. Вот. И если у вас есть маленькие детки, то вот такой вот набор для стирки, конечно, рекомендация от нашей семьи. Одна хребта продалась, потому что выставлены стопы. Вот. А так должно здесь быть не 24, а получается где-то 28. Неплохо. Ребятки, ну что? Все, что хотел вам сегодня показать, я вам показал. Я сейчас поеду на мойку, на мою машину, потому что совсем скоро я залью выпуск, отсниму потом залью, точнее, вот так вот, про данный автомобиль, про нашу тачку, потому что буквально через несколько дней будет ровно год, как мы купили. А у меня есть такая традиция, я делюсь своим опытом владения своих автомобилев спустя год, спустя два, ну вот сколько я владею, каждый год по отрезкам я это делаю. Поэтому кому интересно, сколько денег съел этот автомобиль, как он показал себя за целый год владением в путешествиях, то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить этот видеоролик. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся с вами в новом видосе, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok